МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абонент у Ахача Пошетенцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Возвращаемся в октагон". -"Пока такой обмен лоу-киками", да, у нас??" -"Да, занимают оба спортсмена". -"Центр октагона". -"Центр октагона", и не стали, знаешь, долго времени тратить в разведке. Лоу-киком атакуют сейчас. Успел Махмутов. Приложиться. Попытка побороться от Алиметова. О-о-о, что это было? Отличная была задумка, но немного не хватило Махмутову все-таки оказаться... Сначала была попытка подхвата от Махмутова. Алиметова, извиняюсь. Махмутов пытался сконтрить это броском через грудь, но в итоге его контрприем сгонтрил как раз-таки Махмутов. Был встречен другим контрприемом, да. Контр на контр. Шикарная просто такая связка, да, получилась. Ну вот сейчас небольшая пауза, боковой контроль, попытка улучшить позицию от Алиметова. Ну и Махмутов, соответственно, пытается... Насколько я понимаю, да, ищет гард, ну как минимум хавгард нужен. Будет ли сейчас Алиметов более-менее себя обезопасить? Занимать маунт. Попытается отключить руку. Занять позицию распятия. Самая, наверное, удобная позиция для нанесения ударов. Колено на живот. Сразу же занимает маунт. Все. Очень такая опасная позиция для Махмутова. Мы видели сейчас в прошедшем поединке. И Жамбулат Кумашев также пропустил маунт своего оппонента, Савбека Раджабова. И поединок был остановлен. Ну, судя по тому, как он держал боковой контроль, очень плотно борется, умеет держать позиции. У Махмутова сейчас на самом деле большие проблемы. Отжимает голову. Причем времени-то еще предостаточно. Да, почти. Целых три минуты. Все верно. Не спеши, не спеши. Здесь, конечно, у сетки октагона будет сложнее выбраться Махмутову. Аккурат как раз-таки к своему углу, к своим секундантам Алиметов. Все. Отлично. Выбрасывают удары. Просто включается уже Алиметов. Секундант подсказывает, чтобы Алиметов не работал над болевыми. Да, это довольно-таки рискованно. Можно потерять позицию в поисках болевого, а вот добивание это всегда... Да. Как минимум ущерб, да? Это рисков больше, когда ты выходишь на болевой прием. Прагматичный такой подход. Что это было? Отличная задумка была от Махмутова. Ну знаешь, редко видишь такие выходы. Больше в грэплинге мы видим такие вещи. Ну слушая за последние две минуты, до три минуты поединка, Ренат Махмутов показал свой файт IQ в начале раунда. Контратака на контратаку. Сейчас выход. Да, понятное дело, что эти моменты все, наверное, не отработаны до автоматизма. Все-таки рекорд у этого бойца одна победа и два поражения. Но то, что он делал за эти пару минут... Да, ну вот очень плотный контроль у Алиметова. Рашид умеет держать позицию. Даже вот, обратите внимание, находится в гарде, но не дает возможности для манера. Ренату... Да, его задача сейчас додержать в последнюю минуту. Хотя мы понимаем, что грэплинг он умеет как раз-таки. Он нам это показал. Одно действие, то, как он вышел на лэг-лок, это о многом говорит на самом деле. Меньше минуты до окончания первого раунда. Кстати, Рашид Алиметов дебютант. Первый свой профессиональный поединок проводит в Лиге Найза. Да, довольно-таки вялое добивание сейчас. Алиметов пытается все до такого логического конца довести. Просто раунд закрепить, забрать. То есть ему этого достаточно. Ну и Махмутов как будто бы ждет этого, чтобы раунд закончился. И уже во втором немножко перестроит свои планы. Потому что бороться явно с ним не нужно. Махмутову нужно дождаться конца первого раунда. И сейчас в начале второго в стойке нужно удивить своего понятия. Да, первый раунд. Раунд, естественно, в пользу Алиметова Рашида. Тут как бы у нас никаких вопросов. Но все же неплохо смотрелся и Ренат. Были у него свои моменты. Вот тот самый момент. Вот попытка подхвата, попытка броска через грудь. И контр. Уже прием от Рашида, который дал ему боковой контроль. Ну и уже оттуда не выпустил. Вот тот самый момент, когда попытался атаковать ногу Ренат. Чуть-чуть ему не хватило стопу зафиксировать. Бедра зафиксировать оппонента. Ну что, все готово к началу второго раунда. Ждем мы продолжения. И очень интересно, как себя поведет Ренат во втором раунде. Я думаю, он должен сделать соответствующие выводы. Ну, Ренат должен, как говорится, как говорят среди бойцов, газануть. Вот сейчас он должен это сделать. Но нужно это делать крайне осторожно. Вот, второй вопрос. Как газануть без риска? Вот что он и делает, начинает с первых секунд уже поджимает. Пытается работать больше на носочках. Ну, а от Алиметова мы ждем борьбы, конечно. Отличный лоу-кик по внутренней части бедра. Отлично. Контрит лоу-кик своего оппонента. Очень быстро на руках. И легок на ногах. Выбивает просто ногу из-под. Вахутов. Но здесь еще Алиметов также, обрати внимание. Левый боковой был просто шикарный. Атакует лоу-киком Алиметов. Еще раз. Ты знаешь, какой... Лоу-кик подсечка, да? Да, по икроножной мышце такое. Прям под самый низ подбивает. Ищет, я так понимаю, Алиметов возможности тейкдауна. Конечно, он выжидает. Обратите внимание, не торопится. Ищет момент, когда чуть ближе подойдет Махмутов своей атакой. Видишь, в такие моменты он пытается поймать ногу. Обратите внимание, как у него опускаются руки. И даже Махмутов, кажется, это понял. Бьет лоу-кик и руками переводит в голову сразу же. Вот здесь эти возможности, да, и все-таки, да. Сделал тейкдаун. Выжидал момент, то, о чем мы и говорили, да. Выжидал момент, когда со своей атакой Ренат подойдет чуть ближе. Все, дальше как бы дело... Такое. Привычное для Алиметова, да. Привычное. Сейчас он должен просто отконтролировать и показать активность. Но сейчас и в гарде, смотри, как активен Махмутов. Нужно больше ударов наносить Рашиду. Очень пассивен в гарде. Это может привести к тому, что рефери сейчас поднимет эту стойку. Да, но обратите внимание, вспомните, что в первом раунде от Лео Скорбелло в целом... Ну, хотя и был активен более активен, да, согласен. Нет, в первом раунде, да, Алиметов в партере боли был активен. Но там была другая позиция, на самом деле. Он был же в боковом контроле. Там был, да, действительно активен. Но как только он залазит в гард, там... Он начинает прижиматься, да, опасается, конечно, понимает, что есть вероятность того, что попадется он на какой-то болевой и минимизирует просто риски. Или потеряет позицию. Да, или потеряет позицию. Поэтому на тоненького, да, отрабатывает в раунде. Не прижимай, не прижимай, не прижимай, все нормально. Две минуты. Прижимается. Голову держит очень низко, да, вот пытается ему в подбородок упереться головой постоянно, что, ну, довольно-таки некомфортно. Две минуты до окончания второго раунда. Ну, и моментами просто так взрывается. Показывает активность Рашид. Ну, а Махмутов опять-таки очень пассивен стал в партере. Как будто он вот в такие моменты просто берет паузу. Я не вижу попытки болевых, я не вижу попытки переворотов. Ну, в первом раунде он пытался это делать. Сейчас, конечно же, либо же на фоне усталости, либо же другие плечи. Тем временем минуту до окончания второго раунда. До тейкдауна, ну, довольно-таки конкурентно все смотрелось. Ну, вот как только перевел на землю алиметов, после прохода в ноги, преимущество за алиметов. Ну, это просто контроль, по сути, да. Мы не видим какого-то урона, на самом деле. Да. И тактически просто грамотно отрабатывает алиметов. Где-то бьет, где-то взрывается. Как бы не дает повода рефери вмешиваться в ход поединка. Что самое важное, да, наверное, для него сейчас. Просто отконтролировать, отработать, закрепить позицию за собой. Интересно, как судьи оценят этот раунд, потому что первая половина была за Махмутовым однозначно. Ну, ты имеешь в виду, 10-8 дадут ли в этом раунде? Нет. Я не сказал, что 10-8 ни в ту, ни в другую сторону. Ну, в любом случае, 10-9, мне кажется, этот раунд должны отдать Алиметову. Потому что здесь, да, первая минута была за Махмутовым, но опять-таки контроль был все равно на стороне Рашида Алиметова. И плюс тейкдаун. Поэтому здесь, я думаю, все понятно. Два раунда сейчас проигрывает Махмутов. Давайте будем честны перед собой. Нет, по крайней мере, возможности такой, что я не вижу, по крайней мере, чтобы судьи отдали два раунда. Да, в любом случае, Махмутова сейчас, наверное, спасет только досрочная победа. Только досрочная. По большому счету, Махмутову нужно только защититься от попыток проведения тейкдауна. Да. И оставаться в стойке, оставлять этот поединок. Но какой терпеливый, да? Рашид спокойно выждал момент, не суетился, не бросался. И у него был только один шанс, и он его реализовал на сто процентов. Один шанс сделать тейкдаун, и он его не упустил. Именно в тот момент Ренат был максимально близко к оппоненту. Хорошо он применял калф-кики во втором раунде. Ножки выбивал, да, из-под соперника. Я думаю, сейчас он продолжит это делать. Сразу же сбивает с колеи эти удары. Начинает крессинговать своего оппонента Махмутов. Прижимается к сетке. Опять на носочках взрыв, корпус голова. Хорошая комбинация справа Махмутов. И сам пытается Махмутов. Отличный тейкдаун, но он, на мой взгляд, абсолютно не нужен был. Особенно в третьем раунде. Дайкгард, а дальше? Мне кажется, это, знаешь, здесь такой фактор неожиданности. Алиметов чего угодно ждал от Махмутова, но он не тейкдаун. Хорошая задумка. Это даже не тейкдаун, а можно, наверное, приравнять к слэму. К слэму, да, потому что поднял гуще. Еще раз взрывается сразу. Да, видно, что Махмутов хочет выиграть этот поединок. И выжимает из себя все. Сейчас в третьем раунде, да, он должен именно так работать. Гораздо более свежим выглядит, кстати. Первая такая защита от тейкдауна. Вот то, о чем я и говорил. У Алиметова уже не так много сил, на самом деле. И это даже по движениям заметно. Смотри, очень тяжело ему руки держать на уровне. Есть все еще шанс у Махмутова. Хороший опять колкик. Засматривается на время. Алиметов – это плохой такой знак, на самом деле. Сейчас он пытается просто протянуть время. Есть попадание, почувствовал запах крови Махмутов. И сам пошел вперед для тейкдауна. Нужно встать на ноги, занять позицию. Нет, нет, Алиметов не так свеж, на самом деле, чтобы уже делать тейкдауны. По его гримасе, наверное, уже можно понять, что устал очень сильно Алиметов. Особенно во втором раунде. Много сил он отдал на контроль. Но отработал во втором и первом раунде, конечно же. Половина раунда уже позади. И Махмутов очень хорош в гранд-ин-паунде, но… Ему нужно досрочно, да, пытаться? Да. Закончить поединок. Мало шансов, конечно, что… Возможно, будет 2-1 по раунду. Но первые два, скорее всего, Алиметов забирает. Возможно. Есть, хорошее попадание. Но вот более такой рискованный, да, в гарде уже Махмутов. Он не сильно прижимается для того, чтобы у него были удары амплитудные. Чего не делал Алиметов как раз-таки. Он прижимался. Старался делать минимум пространства. Еще попадание. Хорошо у него шел поединок в стойке. Я, на самом деле, не совсем понимаю, зачем Махмутов делает тейкдауны. Да, в стойке шансов было бы побольше, знаете, на досрочную победу. В какой-то момент казалось, что да, в стойке именно он смог бы и нокаутировать. Полторы минуты еще впереди. И удержит, скорее всего, в гарде своего оппонента Алиметов. Но вот очень много ударов сейчас начал пропускать. Рашид. Ну, хватит ли времени? Возможно, стоит Махмутову попытаться сначала обойти гард или взять позицию хаупгарда. Можно встать на ноги за последнюю минуту. Можно хотя бы за одну минуту что-то сделать. В стойке именно. Но сейчас предпосылок до срочной победы в третьем раунде именно в гранд-минпаунде я, к сожалению, не вижу. Даже в гарде, знаешь, можно попробовать встать на ноги и стоя работать. Более такие, чтобы амплитудные, увесистые были удары. Да, и Алиметову придется защищаться, пассивно защищаться. И тут, конечно же, шанс, что... Открывает гард. Ахтелео Скирбаеву может остановить поединок. Но вот сейчас пока таких предпосылок не наблюдается. Неужели поздно проснулся Рина? Ну, опять-таки, тут, наверное, еще на фоне усталости Алиметова. Такой успех Ахмутова мы наблюдаем в третьем раунде. Да, вот он как раз и не встает на ноги, нужно взрываться. 20 секунд остается до окончания этого поединка. Но Ахтелео Скирбаеву не дал. Возможности не воспользоваться. Взорвется сейчас в концовке Махмуд. Мы ожидаем от него. Опять-таки смотрит на экран Алиметов. Ждет, когда закончится время. Да, ему только одна задача нужно реализовать. Это продержаться. Опять ноги... Первый за Алиметовым. Третий за Махмутовым однозначно. Второй раунд... Не знаю, тяжело ценить. Ну, второй раунд близкий, но я все-таки считаю, что Алиметов за счет контроля, тейкдауна и работы в партере, наверное, судьи оценят в его сторону. Ну, третий раунд, конечно же, за Махмутовым. Первый точно за Алиметовым. По второму раунду есть вопросы, но... 60 на 40, я считаю, что Алиметов. Но, опять-таки, это наше сугубо личное мнение. Да. Мы не судьи, мы не профессиональные судьи. Так же, как и вы, мы обычные болельщики и зрители. Не можем, конечно же, сейчас судить. Давайте дождемся официального судейского решения, объявления победителя. Но, знаешь, вне зависимости от результата, я бы хотел Рената Махмутова увидеть еще раз. Найза против такого же яркого ударника. Я думаю, что, если свести Рената с ударным бойцом, именно с базовым ударником, я думаю, что они бы... Ну, были у него тактические ошибки. И, скорее всего, знаешь, мне такое ощущение, что из-за этого мы сейчас такой... Непонятный бойцовый. Результат имеем, да. Не в ту и не в эту сторону. Если бы он чуть раньше нашел вот этот вот нить поединка... Если бы включился во втором раунде? Да. Или бы дал бы, знаешь, поработать своему оппоненту в первом полностью. Да, да. Чтобы соперник устал и в втором раунде начать уже работать. В третьем раунде слишком поздно, наверное, стартовал из-за этого. Ну что, мы готовы услышать решение судей. Оба бойца, конечно, все оставили в октагоне. Ну и оба достойны победы. В третьем раунде. 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 В二у. Субтитры делал DimaTorzok